Давайте вернемся к инциденталому надпочечников. Как я уже говорил, что иногда это считается, что сложная тема. Я попытаюсь как-то развеять некоторые сложные вопросы и поговорить о том, что современное есть сейчас у нас и как нам быть вообще с этим современным, то, что нам дали. И расскажу некоторую свою, я так и люблю говорить, от САХИ, практически рекомендации, но это будет пометка, что это мои какие-то мнения, чтобы не было, что это клинические рекомендации от Федорова. Итак, если мы набираем клинические рекомендации, то по надпочечникам, то что нам выходит, то получается по клинической рекомендации у нас есть официально утвержденные в 2015 году и в 2021 году сейчас небольшое обновление, но еще проект, пока официально, к сожалению, пока не утвержденный. По гиперальдосторонизму тоже 2017 год рекомендации, и опять же проект от 2021 года. По фиохромстону вообще тьма страшная. 2016 год последние клинические рекомендации. По адренокритикальному раку 2018 год и проект 2023. Кстати, очень хороший проект, рекомендую всем его почитать. И наши зарубежные коллеги не ждут, пока наше министерство здравоохранения одобрит наши рекомендации, и сдали свои, несмотря на то, что у нас еще они в работе. И давайте посмотрим, какие интересные моменты наши коллеги вынесли. Некоторые моменты мне нравятся, некоторые заслуживают комментариев. Итак, и плюс еще мое видение. Инцидентолома надпочечника – это новообразование более 1 см. То есть новообразование, как иногда нам пишут друзья по компьютеру на томограмме, 7-8 мм – не новообразование. Мы об этом чуть позже скажем. И показания к дообследованию вот этих новообразований. Если никаких меньше 1 см, если что-то там, какие-то изменения есть, если нету никаких клинических проявлений, ничего делать, никаких анализов назначать не надо. Приходит пациент с новообразованием 8 мм, давление 120 на 80, все у него хорошо, просто говорим ему, что у него все хорошо, и отпускаем. Итак, прописные истины. Вот надпочечник в норме 35 мм в ширину, и какой же он в ширину? Такой вроде бы простой вопрос, но он вызывает разночтение. Вот давайте проголосуем. Кто за 4 мм? Поднимите руки. Кто за 10 мм? Так. Итак, и вижу политическую такую хитрую массу, которая смотрит. Сейчас мы посмотрим, к какой группе надо примкнуть. Ну, в принципе, мы уже не мальчики и не девочки с вами знаем, как правильно политически поступать. Берем, залезаем куда? В литературу. Обзор литературы, хорошая статья о проблемах эндокринологии, толщина сантиметр. Берем настольную книгу Федерли Рамона, специалистов по компьютерной томограмме, толщина 10 мм. Берем Дедова Ивана Ивановича, он что-то пишет, почему-то до 4 мм. Мелкоузловая гиперплазия от 4 до 10 мм. А крупноузловая гиперплазия – это уже толщина более 10 мм. И берем опыт Елисея Александровича, который пропилирует более 1000 надпочечников. И он тоже говорит, что толщина надпочечника на самом деле от 3 до 5 мм. То есть, представляете, какая огромная разница. У вас норма в голове такая – 4 мм. У компьютерного специалиста по КТ-диагностике 10 мм. Получается разница почти больше, чем в 2,5 раза. Вот так вот выглядит нормальный надпочечник, а так вот выглядит гиперплазированный надпочечник. То есть, видите, насколько огромная разница. Вот такая вафелька, как я ее называю, и вот такая вот сосиска. И вот начинающаяся форма гиперплазии. Видите, вот одна линия ровненько одной вафельки, а другая уже начинает утолщаться. Это альдестерома. Итак, где же норма? Вот такая вот толщина 5 мм. Или, видите, надпочечник почти в 2 раза толще 9 мм. И то, и то в глазах компьютерного специалиста по КТ-диагностике будет нормой. Почему это важно? Потому что, когда вы получаете заключение по КТ на образование надпочечника 12 мм, вы в голове рисуете у себя вот такую классную картинку, вот такая вот опухоль. Вот мы ее отрежем, все будет прекрасно. А может быть вот так. Может быть толщина вот этой части, это односторонняя гиперплазия надпочечника. Вот она выглядит на макропрепарате. Это тоже гиперлистеронизм. Вот она вот так вот выглядит, а контрлатеральный 4 мм. А может быть вот так вот выглядит. Здесь опухоль, а тот надпочечник утолщен. Может быть. А может быть вот так вот. Оба утолщены. Может быть. А может быть вот так вот. И плюс еще здесь опухоль 9 мм. Может быть. И все эти варианты кроются в одном заключении. Опухоль надпочечника справа. Я к тому, что, к сожалению, мы приходим к такой необходимости, что нам нужно смотреть диски компьютерной томограммы, как и смотреть все-таки самим УЗИ щитовидной железы. Итак, норма надпочечника 4 мм, мелкоузловая гиперплазия, то есть те на образование, которые нам присылают 7-8 мм по КТ, спокойненько напишите, что это мелкоузловая гиперплазия. Ну и желательно еще диск посмотреть, потому что там могут быть нюансы. Итак, что нам советуют европейские коллеги, что пациенты с инценталомами обсуждаются на междисциплинарной экспертной группе. Основная многопрофильная группа должна состоять из эндокринолога, радиолога, хирурга, имеющих значительный опыт опухолей надпочечников. Теперь представляем себе ситуацию, где это возможно. У нас есть такая непонятная специальность хирург-эндокринолог. Есть действительно учреждения, где собираются хирург, эндокринолог и радиолог, но это достаточно проблематично это собрать на такую комиссию. Есть ли какие-то плюсы или минусы в этой ситуации? Тут, к сожалению, сложно ответить. Все зависит от того, кто находится в этой комиссии. Я вот выгляжу вот так вот на приеме. Одна голова у меня радиолог, другая эндокринолог, третий хирург, а там еще где-то отрубленный онколог валяется. Но я тоже с ней советуюсь. И поэтому ключевая позиция, что действительно в принятии решений должны участвовать смежные области по нашим медицинским специализациям. Будет ли это комиссия, будет ли это человек, сложно сказать, где лучше. Время покажет. Все пациенты с инциденталомами надпочечников должны пройти процедуру визуализации, чтобы определить ее однородность, липидный состав и онкологический риск. И как стартовое исследование нам рекомендуют нативное КТ. В принципе, хорошая очень рекомендация. То есть не надо сразу пациента отправлять на КТ с контрастированием. Нам нативное, просто бесконтрастное КТ даст очень много информации. И повышен уровень доказательности этой рекомендации. То есть стартовое исследование, если вы хотите направить на определение патологии надпочечников, КТ без контраста. Какие же у нас есть методы визуализации? Вот если так вот подумать. УЗИ, МРТ, КТ и ПЭТ-КТ. УЗИ. Хороший очень метод, как скрининг. Но, к сожалению, очень разнятся данные по качеству обследования. Это операторозависимая методика. Когда она нам может быть хороша? Когда у нас есть, например, киста. Мы видим четко анахогенное образование, говорящее о том, что тут нет плотных элементов. То есть есть капсулы. Если уже у пациента есть диагноз киста надпочечников подтверждена отсутствием накопления контраста по КТ, то, в принципе, УЗИ для кист надпочечника как наблюдение. Если пациент просвечиваемый, то есть вы видите, что его датчик УЗИ может просветить, то, в принципе, может подходить. И вторая патология, которая может нам помочь в исследовании, это миенолипома. Жир на УЗИ, он гиперэхогенный. То есть если вы видите белое образование по УЗИ, то вы можете, оно все равно будет больших размеров, вы можете уже практически на 100% быть уверены, что это миенолипома. Но направьте пациента в любом случае на компьютерную томограмму. Посмотрите, все ли там подтверждается. Потому что бывает опухоль из почек, например, ангиомиенолипома почки. И компьютерная томограмма вам поможет более точно распознать это. Но, тем не менее, что нам дает это? Доброкачественность процесса. МРТ. Преимущество. Отсутствие рентгеновского улучшения. Но, опять же, операторы зависимая методика. Все вычитали. МРТ. Низкая степень подавления сигнала. Высокая. Что такое низкая? Что такое высокая? Нету четкой градуировки. Более низкая разрешающая способность. То есть, вы видите, вот количество снимков по МРТ 30-40. Толщина среза 5-6 миллиметров. А если мы возьмем компьютерную томограмму от полумиллиметра, ну или миллиметр, и, конечно же, разрешающая способность по КТ будет более высокая. Поэтому МРТ подходит, но хорошо для наблюдения. Компьютерная томограмма. Высокая разрешающая способность. Имеется градуированная оценка ценностей того, что видит специалист в единицах Каунстильда. Но, опять же, операторы зависимая методика. Когда, знаете, все специалисты, когда он оценивает КТ, специалист, он же смотрит на это все как художник. Я художник, я так вижу. Один видит одну картинку, другой видит другую картинку. К сожалению, очень сложно договориться. Проводились неоднократные исследования по сети специалистов компьютерной томограммы. И было доказано, что если один и тот же человек с слепым исследованием смотрел даже свое исследование, в 20% случаев дается другая информация. То есть, он просто пересматривал. Даже были те, что он сам смотрел, в 20% может быть расхождение. Поэтому это все равно операторы зависимая методика. И зависимость от оборудования. Если оборудование изношено, меньше напряжение на трубке, и опухоль будет более плотная. Поэтому вот вам и ответ на вопрос. Потому что вы получаете опухоль, которая наблюдается у вас там 5 лет. И опухоль скачет. Одна плотность, другая плотность. То выше, то ниже. Я художник, я так вижу. И плюс еще это может делаться на разных препаратах. Если аппараты КТ не проходят грандуировку, не проходят калибровку с эталонами, то, в принципе, плотности могут скакать. При выявлении доброкачественного фенотипа, однородная плотность до 10 единиц Хаунсфильда, дальнейшая визуализация с точки зрения европейских коллег вообще не требуется. И причем удалено ограничение 4 сантиметра. Честно говоря, такая хорошая, смелая задумка. Я думаю, что, может быть, когда-нибудь мы к этому и придем. Но мне достаточно тяжело это принять. Потому что у меня есть пациенты, которые наблюдаются. Я уже не первый день в хирургии. У меня уже есть пациенты, которые наблюдаются у меня и 12, и 13 лет. И рост доброкачественных образований с небольшого размера до большого отмечается. И вот так вот отпустить милу или пому там 4 сантиметра и ждать, ну, она придет, будет там уже 10 сантиметров. И тогда уже ее прооперировать забрюшенным доступом будет, ну, сложновато. А пациент спросит, а чего у меня раньше-то не посмотрели-то, когда можно было через парковщики прооперировать? Зачем мне большую операцию советуются? Поэтому такая спорная методика. Но, по крайней мере, зарубежные коллеги уже замахиваются вот так вот. И в итоге, когда мы получаем заключение наше, выявленное на образование доброкачественного характера 32 миллиметра, мягкотканной плотности, по-видимому, одному, кто несет ответственность за принятие решения о том, что вы будете наблюдать этого пациента. Вы, эндокринолог, хирург, онколог, комиссия, радиолог, который дал это. Поэтому очень сложно. Поэтому я, когда подписываюсь под своим заключением, я на всякий пожарный распечатываю, стараюсь распечатать снимок с померенной плотностью. Надеюсь, что это меня как-то не успасет. По крайней мере, видно, что я посмотрел, что я померил. Сейчас мы получаем только один диск. Я даже маленькую преамбулу, я посмотрел один вебинар по компьютерной томографии, где как раз и говорили, вот мы видим надпочечник, он интенсивно накапливает контраст, неоднородной плотности, мягкотканной, ну, это доброкачественно. Я написал в комментариях, слушайте, ну, очень важно, напишите, пожалуйста, вот просьба в единицах Хаунфильда ответ. Плевал я на мнение кафедрала, так писал и буду писать. Вот, понимаете, это очень грустно и вынуждает нас самих брать бразды правления в свои руки. Итак, неопределенный потенциал злокачественности, это у нас от 11 до 20 единиц Хаунфильда и размер опухоли до 4 сантиметров. Без гормональной активности показано, если есть такая возможность проведения ПЭТ-КТ, если нет такой возможности КТ с контрастированием, в качестве альтернативы предлагается визуализация через 12 месяцев с помощью нативной компьютерной томограммы. Такое смелое заявление, потому что, честно говоря, когда я вижу, ну, неопределенной плотности фенотип, который вроде бы и отрезать, но рука не поднимается, ну, и свободное плавание отпустить не хочется. Я все-таки в наших рекомендациях, вот, отечественных, там рекомендованный интервал около полугода. Здесь этот интервал убран, вот, и удален вариант немедленного оперативного лечения, то есть они либо раньше хватали за нож, либо вот, ну, теперь как-то вообще вот длинный такой совсем поводок делают. Ну, видимо, я так думаю, что у них просто ПЭТ-КТ стало более доступно, чем у нас. Добавлено такое интересное положение, что у детей, подростков, беременных женщин взрослых в возрасте и взрослых до 40 лет при обнаружении на образовании неопределенного потенциала злокачественности показано хирургическое лечение. То есть такое вот все-таки есть, ну, непонятно, как оно бьется с предыдущим, но, по крайней мере, какая-то хирургическая активность тут прослеживается, но, опять же, она, видимо, должна решаться индивидуально. Высокий риск злокачественности при размерах опухоли напочника более 4 сантиметров, плотностью более 20, показания к операции, опять же, многопрофильную команду они рекомендуют, оперативное лечение и, возможно, видите, дополнительно проводить операцию без дополнительных способов визуализации. То есть если ПКТ такая плотная опухоль, они предлагают оперировать без контрастирования. В принципе, если так подумать, это возможно, но я считаю, что это должно решение принимать хирург, потому что в ряде случаев без контрастирования мы не понимаем, подрастает эта опухоль к окружающим тканям. То есть если пациент худой, мы не знаем, проросла она там куда-то, не проросла. И контрастирование нам помогает в этом разобраться. Поэтому насчет вот без контрастирования британной операции вот такой вот у меня не могу до конца это принять. С целью исключения автономной секреции кортизола всем пациентам положено прохождение ночного подавляющего теста с одним дексаметазоном. И обратите, как дополнение, что у пациента с ограниченной ожидаемостью продолжительности жизни этот тест можно не проводить. То есть, грубо говоря, у нас есть пациент, который, грубо говоря, угасает из-за своих каких-то сопутствующих соматических проблем. У пациента нету каких-то ярких клинических проявлений гиперкортицизма. Опухоль достаточно доброкачественного характера. Надо ли вообще ему что-то делать? У него других проблем очень много. Можно об этом подумать на досуге, что вот насколько вот можно оставить это на образование и дать пациенту шансы побороться с другими какими-то болезнями. Но опять же, мы должны принять для себя решение на основании каких-то клинических факторов. Я думаю, что насколько мы можем это исключить. Новый термин появляется у нас на горизонте. Это умеренно автономная секреция кортизола. МАКС называется. Похоже на этот термин эволюция. Субклинический кушинг. Потом функциональная автономия. И теперь вот это. Я сейчас попытаюсь вам объяснить разницу. Что, в принципе, все похоже. Что кортизол, если до 50 у нас все хорошо. При отсутствии язвок, кризнаков, синдрома кушинга. Отсутствие КТГ-зависимости. То есть, КТГ у нас подавленный. И если у нас такая ситуация появляется, то еще и рекомендуется проведение повторного теста для подтверждения. Что и как. В нашей практике как у нас сталкиваться. У нас пациент приходит, делает пробу с дексаметазоном, получает кортизол. И мы оцениваем, какие недостатки этого метода. Вот как самого по себе. Невозможно выявить надпочечниковую недостаточность. То есть, если у пациента изначально был кортизол 50 в крови. То после дексаметазона он точно выше не будет. Он тоже будет 50. Вы посмотрите. О, как хорошо. А то, что вы вам так плохо себя чувствуете. Ну, возможно, это связано с чем-то другим. То есть, возможно пропустить? Возможно. Дексаметазонный тест тоже может нас подводить. При алкогольной зависимости, стрессовых ситуациях, приеме некоторых лекарственных препаратов. Хост какой-то заболел, он подрался в стрессе. Это все может накладывать свои эмоциональный фон. Может все накладывать свою последствия на оценку этого теста. И невозможно нам дифференцировать. А КТГ зависимое это состояние или АКТГ независимое? И поэтому я тест с одним миллиграмм дексаметазона назначаю. Это моя рекомендация. Просто вот как я пользуюсь. Я тест с одним миллиграмм дексаметазона назначаю практически здоровым людям. Приходит ко мне здоровый, спокойный человек. Давление у него 120 на 80. Он поднимается на восьмой этаж, когда у него лифт не работает. И он худенький. Я ему назначаю. И тогда точно мы исключили множество факторов. Если у человека приходит, у него повышенное давление. Похоже на признаки гиперкортицизма. Я определяю АКТГ и кортизол нативный. И АКТГ и кортизол после пробы с одним миллиграмм дексаметазона дает нам массу преимуществ. Потому что мы можем определить, какой АКТГ был зависим или независим. Был бы высокий или низкий. Насколько было нативный кортизол. То есть приходит человек, у него нативный кортизол 250-300. А после пробы тоже 250. И так несколько раз. Признаков гиперкортицизма у него явных нет. И вот как вы будете определять, нужна ему операция или не нужна. Суточная ксредция мочи с кортизолом тоже нормально. И вот зная, что у него вот такой был нативный кортизол 250, вы можете прикинуть, что, в принципе, и по суточной экскреции тоже кортизола немного. Может быть, ему и операция-то не сильно много принесет пользу в его жизни. Вот. Диагностика надпочечника недостаточности. Если был АКТГ высокий, стал низкий. Был кортизол низкий, стал снова низкий. Мы сможем понять, есть на почечнике недостаточности или нет. Вот, например, хроническая на почечнике недостаточности с полиэмфом. Приходит человек с такими вот немаленькими образованиями 9 сантиметров и 7 сантиметров. Он чувствует себя так плоховато, аппетитно нет. Вы смотрите, ну как, можно подумать, что это у него просто вот уже жизнь так сложилась, это у него раковая интоксикация идет. А на самом деле это на почечнике недостаточности у него. И у него кортизол был на пробе с одним миллиграммом дексаметазона. Около 60, это я вот про него рассказывал. Вот, и изначально был 90. И АКТГ был около 700. Поэтому надо об этом помнить. Итак, функционально, умеренно автономная секреция кортизола, вот это МАКС. Нам теперь европейские коллеги говорят, что функционально автономная секреция продукции кортизола и суклический гипокортицизм – это устаревшие термины. В чем же разница? Видите, то, что выше при пробе с одним миллиграмм дексаметазона, у нас уже приравнилось к автономной секреции кортизола. А то, что было в серой зоне, возможное. Так теперь все это дело уравнялось под один термин МАКС, минимально автономная секреция кортизола. Да, все правильно, мягкая. Отношение к этому. Пациенты с этим МАКСом без клинических признаков синдрома Кушинга обладают крайне низким риском развития явной синдрома Кушинга. Почему это? Да потому что это две разные генетические болезни. Вот это функциональная автономия и явный синдром Кушинга – это два разных генетических заболевания, которые не переходят друг к другу. Вот почему и рождается этот термин. А вот то, что туда выше поднимается кортизол, ну, у нас же норма-то вот такая, пора была, не требовала. И какие-то проценты пациентов не попадают в эти нормы. Поэтому оцениваем клинические данные ситуации. Необходим скрининг на предмет патологии надпочечников умеренной этой продукции кортизола среди пациентов с артериальной гипертензией сахарного диабета второго типа. В принципе, логичная рекомендация, и ее повысили термин. Как мы будем лечить? Мы должны обсудить с пациентом варианты лечения. Потому что мы должны сказать, что, знаете, мы вас прооперируем, и у вас потом будет надпочечниковая недостаточность. Вам нужно будет пить таблетки. Вы можете сказать, вы знаете, может быть, я пока еще подожду. На основании каких-то клинических проявлений. То есть мы должны понять, насколько операция по удалению надпочечника облегчит жизнь пациенту. И тут мы должны учитывать весь его фактор. Вот вся его коморбидность, как это модно сейчас говорить, должна быть взвешена и принято решение с пациентом, насколько ему станет лучше после операции. Показания к операции. Ну вот, опять же, нам говорят, что это должен быть мультидисциплинарный подход. Вот. И ранее европейские коллеги уже убирают такую возможность, как хирурга-эндокринолога. Все теперь на вот эту тройку НКВД, как раньше было. Вот. Я, конечно, шучу. Но они говорят о том, что все-таки, видимо, один хирург не может все это знать, или один эндокринолог не может все это знать. И давайте вот собирать группу. Но, опять же, вот как вот найти вот группу людей? Где то количество рентгенологов? А если рентгенолог этот заболел из этой тройки? Пойдет другой рентгенолог, который не знает? В общем, очень такой вот сложный... Вот. Действительно тяжело это подобрать. Непростое это решение. Вот. Но добавлено возможность обсуждения дальнейшей жизни пациента и его жизни. Очень хорошая рекомендация. Наконец-то она официально зазвучала. Я всегда удивлялся. Мы во всех учебниках по рентгенологии нам говорят, что феохроматстома – это высокоплотная опухоль, больше 10 единиц Хаундсфильда. Мы никогда не видим жировой плотности феохроматстома. Я всегда удивлялся. Зачем тогда жировым образованием мы берем всегда метанефрины? В последних наших клинических рекомендациях по новообразованиям в проекте фраза, что можно не определять у норматензивных так аккуратненько, что вот если жирненькая, но гипертензивная пациент, то надо все-таки проверить. А европейские коллеги, ну, я с ними согласен. Какая разница? Норматензивный пациент, гипертензивный, какое у него давление? Феохроматстома все равно на жировой плотности, оно не сможет быть высокоплотным. Поэтому если у нас жировик, метанефиринный, можно не определять. Если у нас высокоплотное образование, то определяем. По крайней мере, уже сэкономим часть денег пациентам. Значит, при наличии доброкачественного фенотипа гормонально активной однородной инциденталомы оперативное лечение не показано. Что это говорит? Это говорит о том, что опухоль 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сантиметров, если это все доброкачественно и не мешает жизни пациенту, то его можно и оперировать. У меня, как у хирурга, вот возникает вопрос, где та граница, где надо вот нож точить? Я считаю, что граница та, где хирург может сказать, что, вы знаете, мы вас можем прооперировать мало травматично. А не тогда, когда, вы знаете, мы вас растили до 12 сантиметров, вот теперь мы вам сделаем большую, хорошую, красивую операцию. Полгода в бандаже, и потом все будет у вас хорошо. А чего вы мне раньше не прооперировали через прокольчики? Ну, раньше как-то душа не лежала. Поэтому сложно сказать, надо все взвешивать. Тут европейские коллеги хоть и считают, но вот я считаю, что где-то вот грань должна все-таки тут устанавливаться хирургам. Европейские коллеги говорят, что адреналоктомия должна выполняться опытным хирургам над почечниковедом. Вот его так перевел Google. Написано, ну, это мой шутливый термин, не удержался, когда вечером готовил. Адренал Соджин диаметром до 6 сантиметров и требование к опыту хирурга не менее 20 адреналоктомий в год. Наш опыт за 2000, ну, получается, с 2011 по 2024 год мы оперируем на почечнике забрешенным доступом. Пора оперируем около полутора тысяч пациентов. Вы знаете, что забрешенный доступ делится на однопортовую адреналоктомию, когда можно сделать операцию всего лишь одним инструментом, и трехпортовый комбайн, access approach, когда делается двумя... Так вот, в принципе, до 8 сантиметров можно ударить над почечник всего лишь одним инструментом. Это документально, даже задокументирован, к нам приехала как раз у меня адреналоктомия, и приезжает, здрасте, Елена Васильевна Малышева с программой здоровья. И как раз этот пациент был задокументирован, показан по первому каналу. То есть все зависит от тактики хирургического доступа. Все можно забрешенно, совершенно спокойно прооперировать. Пациенты с этим МАКСом, перенесшие операцию, должны наблюдаться эндокринологом. Это логично. То есть рекомендация. Все пациенты с повышенной сердце и кортизола должны получать заместительную терапию и наблюдаться эндокринологом до либо восстановления гипоталамогипофизарной оси, либо, ну, пожизненно. Рекомендовано. У нас есть пациент. Мы его пообследовали. Все хорошо. Как часто повторять ему надо гормональные исследования? В принципе, мы же понимаем, что опухоль-то, она там не сильно перерождается, там вот и все. То есть и логично объяснение, что когда появляются новые клинические симптомы, тогда, соответственно, мы и переделываем гормональный профиль на образование. Логично? Логично. В принципе, хорошая очень рекомендация. Не ежегодно проверять метанифрин, альдостерон, ренин с пробы дексаметазона. Один раз проверили, ничего не меняется в жизни пациента. Не надо ничего повторять. В принципе, мне эта рекомендация близка и импонирует. Если пациент у нас с этой умеренной продукцией кортизола наблюдается, то мы ежегодно переоцениваем статус тех заболеваний, которые могут быть связаны с уровнем продукции кортизола. То есть мы оцениваем тяжесть течения сахарного диабета, если у него есть, остеопороз и все. То есть есть, и мы думаем, когда же польза от адреналоктомии будет больше, чем его наблюдение. Если у пациента есть отягощенный онкологический анамнез, проведение ПЭТ-КТ показано только тем пациентам, у которых это может провести к чему-то хорошему. То есть, грубо говоря, если его пациент весь нафарширован метастазами и появился новый метастаз в надпочечнике, но тут уже понятно, что определение судьбы этого новообразования, является оно метастатическим или нет, как-то не повлияет на дальнейшую жизнь пациента. А если это солитарное образование, и мы можем прооперировать этот единичный очаг метастатического поражения, это может сыграть в жизни. То есть только тогда дорогостоящие исследования, тогда мы используем. Диагностика первичного гиперальдостеронизма. Ну, уже посчитали альдостерон-рениновое соотношение, намучились, и теперь уже окончательно вроде бы как от него и отходим. Определение АРС не рекомендовано. И первичным тестом это сочетание повышенного уровня альдостерона и сниженной активности рениноплазмы. Как мы определяем? Желательно восстановить уровень калия, если у пациента есть гипокалимия. Больной не должен ограничивать потребление натрия. То есть если у пациента артериальная гипертензия, ему терапевта могут ограничить потребление соли. Не ограничиваем. Там есть своя патофизиологическая основа. Забор пациентам утром и посидеть 15 минут перед забором. То есть по клиническим рекомендациям сдаем альдостерон и ренин в положении сидя. Я так и говорю. Пришли, посидели 15 минут и сидя сдаем. Как компенсировать уровень калия? Все очень просто. Калия хлорид – это не только лекарство. Это еще и пищевая добавка. Это код добавки Е508. И мы можем давать не только внутривенно калий и хлору, но еще и перорально. И вы знаете, сколько перорально написано на этой пачке с калием хлорида? Пациент, ну не пациент, это же пищевая добавка. Человек не должен съесть единовременно более 15 грамм калия хлорида. Если мы там перерассчитываем, сколько на калькулятор, сколько в вену ввести, биодоступность пищевого калия 75%. Поэтому 10 грамм калия хлорида в порошке заменяет 175% раствора калия хлора. Дешево и сердитой, и капельницу ставить не нужно. Вот так вот выглядит калий Нормин финский. 30 грамм калия хлора стоит 1500 рублей. Если брать пищевую бад, цена приблизительно 1300 рублей за 300 грамм. А если брать калия хлори для приготовления творога и кондитерских изделий, то килограмм стоит 400 рублей. Калий хлор везде одинаковый. Но если завернуть его в медицинскую... В общем, смотрите, можно же бизнес устраивать. У нас есть калий Нормин наш, сами делаем не по 1500 рублей 30 грамм, а мы вам подешевле сделаем. Как я даю это пациенту? Берете пол-ютровую бутылку воды, растворяете 15 грамм или 20 грамм калия хлора и даете ему не единовременно выпить, а в течение дня. И все. И гипокалемия у вас практически 100% восстановлена. Если не хватает, на второй день повторяется. Итак, диагностика первичного гиперальдостронизма. У нас есть клинические рекомендации 2017 год, 2021 год. Тест с кизраствором есть, есть и там, и там. С натриевой нагрузкой там, и там. Тест с лудрой, кортизоном и там, и там. А вот тест с каптаприлом почему-то в 2021 году у нас убрали. Давайте разбираться. Итак, тест с физиологическим раствором. Пациента надо положить в больницу. У него давление 160-180, а мы ему еще 2 литра физиораствора сделаем капельницу, чтобы ему вообще хорошо было. Это тяжело для пациента. Требует организационных моментов, и это все. Тест с натриевой нагрузкой. Я не знаю, как это все принималось, но у нас вообще лаборатория, где определяют альдостерон в моче, я нашел по интернете только 2 штуки в Москве. То есть это такая широкодоступный способ. Тест с лудрой, кортизоном тоже очень трудоемкий. Сейчас уже зифлукорд, аналог картинефа, стал более доступен. Но опять же, там 4 раза надо калий контролировать. И все. То есть это очень трудоемкая процедура. И тест с каптаприлом. Легко выполняется в амбулаторных условиях. Мною горячо любим. Давайте посмотрим, как он делается. И определяется. У нас при проведении пробы с капотеном, с каптаприемом, должно быть снижение уровня альдостерона более чем на 30%. Если у нас гиперальдостеронизм есть, у нас альдостерон не падает. Как он проводится? Это, кстати, большой метаанализ, посвященный... Каждый кулик свое болото хвалит. Одни хвалят тест с физраствором, другие тесты с капотеном. Большая статья, которая показала, что в принципе все исследования идут ноздря в ноздрю. Но просто тест с капотеном – это амбулаторный тест. И он проще и дешевле. Как я... Пациент приходит и говорит, доктор, мне надо быстренько пообследоваться. Очень часто приезжают иногородние пациенты к нам на диагностику. Заходит к нам пациент с небольшим образованием в надпочечнике, который может быть альдостеромой. Высокая артериальная гипертензия. Никак не обследовал. Что можно сделать? Можно сделать пробу с капотеном. Как она делается? Я сейчас вам расскажу просто, как капотен с капотеном делается, а потом как это все скомбинировать. Отменяем мочегонные препараты. Хоть в современных рекомендациях скажем, что можно ничего не отменять. Я все-таки не совсем в это верю. На две недели отменяем мочегонные препараты, все другие препараты оставляем. И в течение двух недель человек меряет давление. Вы уже знаете, какое у него артериальное давление будет. Не просто там со слов, а он к вам приходит уже с дневником давления на две недели. Он приходит к восьми утра натощак, но не раньше, чем через час после утреннего подъема. То есть, если у него там лаборатория внизу, пускай он где-то еще часик походит. Перед забором крови сидит 15 минут. Сдает кровь на АКТГ, альдостерон, ренин и калий в положении сидя. Мы определяем АКТГ, ренин и альдостерон, и вроде бы у нас уже есть нативные показатели. Дальше. У человека высокое артериальное давление, маленькая опухоль. Есть вероятность того, что это может быть гиперальдостеронизм. А почему бы сразу не сделать пробу с каптаприлом? Он сдал анализ, принял две таблетки капотена под язык и сдал через два часа альдостерон. Первая проба на подтверждение гиперальдостеронизма есть. То есть, мы, к сожалению, удорожаем действительно анализ на один альдостерон. Но если у нас будет какая-то серая зона, то есть мы уже клинически подумали, что там может быть. Он сэкономит время на походы, на стоимость приема. Все, заплатил один анализ на альдостерон. У нас уже проба с капотеном есть. Дальше уже в этот же вечер принимает две таблетки с дексаметазоном. И проводит сразу же в этот же день пробу с дексаметазоном. И на следующий день сдает АКТГ и кортизол. В итоге он за 24 часа полностью прообследован. Дальше что еще можно сделать? У нас еще в первичном гиперальдостеронизме бывают еще серые такие все-таки зоны по подавлению и так и сяк. Что я для себя подумал? Ведь гиперальдостеронизм хорошо лечится у нас чем? Вирошпироном. Если мы дадим этому человеку на две недельки вирошпирон и будем вести так же продолжать дневник давления. Если у человека есть гиперальдостеронизм, у него произойдет хорошее подавление давлению. А у нас уже есть дневник до и есть дневник после. Он приходит и покажет вам дневник давления. Говорит, мне хорошо, чем помогло. Прям вообще с вирошпироном супер. Это одна ситуация. Вы думаете, может быть, это в пользу все-таки гиперальдостеронизм и еще одна гирка. Если не помогло ничего, значит, и серая зона, значит, ну, навряд ли тут пахнет гиперальдостеронизмом. И дальше человеку, естественно, вирошпиром принимать не нужно. Итак, как мы оперируем в нашем центре. Я сколько уже тут? Сколько я разговаривал? У меня еще много? Нет? Немного? Все, сворачиваем. Все. Все потихонечку. В общем, да, с 2011 года мы всех оперируем лапароскопически. А с 2011 года, как приехали профессор Вальцу, эту историю уже все слышали. Мы теперь оперируем только за брюшиным доступом. Преимущества масса. Все хорошо. Полторы тысячи сделано. И сказать о том, что там плохо, хуже визуализация. Там надо высчитывать углы. Все можно прооперировать. Просто, к сожалению, хирургия – это мануальные навыки. И они тренируются. Меня спрашивали, зачем Елиси Александровичу оперируть одним инструментом? Можно же двумя. Понимаете, когда ты можешь делать операцию одной левой, то когда тебе надо еще и подключить правую руку, то тогда можно вообще трактор убрать. Я, конечно, шучу. Все должно быть через разумное пропущено. Но, тем не менее, те ограничения, которые нам говорили, что за брюшиный доступ – это все тесно и все плохо, удаляются опухоли 10 сантиметров. Милы липомы можно удалить и даже 15 сантиметров. Потому что такие огромные размеры, естественно, только доброкачественное образование можно убирать. Вот пациент после двусторонней адреналоктомии. Вот однопортовая адреналоктомия выглядит вот так. То есть размеры удаляемых на образование до 8. Ну, из рекордов удалил 10 сантиметров крупноузловая гиперплазия. То есть можно было… Ну, так хорошо пошло. Я даже не думаю, что так получится, но убрал опухоль 10 сантиметров. Вот. Объем, количество осложнений меньше 1%. То есть, в принципе, все выглядит вот так. Очень хорошо, очень косметически. То ли зоб прооперирует, то ли надпочечник непонятно. Вот. Поэтому вот так вот выглядит двусторонняя адреналоктомия. То есть два маленьких прокольчика. Вот. То есть основные тренды у нас сейчас какие? Это снижение оперативной активности. Это хорошая такая вот… Как вот сейчас вот эти тренды звучали до этого в секции по щитовидной железе, что все-таки надо дать пациенту пожить со своим, если это не мешает жить. И оптимизация алгоритмов гормонального обследования. Мало ли кто-то был у вас из моих лекций по надпочечникам. Планируется лекция на осень. У меня есть телефончик моего администратора. Кто хочет, чтобы его оповестили, сфотографируйте этот телефончик, направьте смс-очку эндокринолог в ваше фамилии, имя, отчество. И когда лекция будет, мы вам пришлем смс-ку, чтобы вы прислали. Также, если вы хотите, мы вам пришлем или можете написать «хочу лекцию». И вам еще пришлют эту лекцию. Чтобы мало ли кто не любит смотреть на телефоне. Я всегда фотографирую, но никогда не пересматриваю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!